На 9-м Восточном экономическом форуме уделили большое внимание вопросам поведения и безопасности в киберпространстве. В последний день форума прошла сессия «Цифровой суверенитет и безопасность граждан» – правовые модели, в ходе которой обсудили конфиденциальность данных. Цифровой суверенитет гражданина – это концепция, отражающая право индивида контролировать свои личные данные и цифровую идентичность в условиях быстро развивающихся технологических средств. В эпоху информационных технологий и глобальной сети, когда данные становятся новым валютным стандартом, каждый гражданин должен иметь возможность управлять, защищать и распоряжаться своими цифровыми активами. Кража данных чревата последствиями не только для гражданина, но и для организации, откуда они были украдены. Поэтому с 2020 года Сбер систематизировал контроль за утечками. С 2020 по 2022 год мы знали о 500 миллионах утечек, то уже на сегодняшний день эта цифра составляет почти 3,5 миллиарда записей с различных баз о наших гражданах. Ну, соответственно, все они содержат, как правило, фамилию, имущество, почтовый ящик, номер телефона. Дальше уже в зависимости от источника утечки содержат самую разную информацию, там от доставки, перемещений, заканчивая какой-то медицинской информацией. Однако, почему проблема с хищением личной информации такая опасная? Персональные данные используются мошенниками либо для известной схемы мошенничества, либо для адаптации схем под информацию, которую мошенник знает о человеке. Во всех банках есть система антифрода. Банка, Сбербанк, сегодня эффективность 99,8%. Что значит из 100 попыток мошенничества 99,8% мы останавливаем. Вот эти вот 0,2%, которые там остаются в масштабах нашей страны и в попытках, в миллионных звонках и воздействия на человека, собственно, они в масштабах нашей страны дают такой, в том числе, большой ущерб. Сейчас в приложении Сбербанк Онлайн есть сервис совместных уведомлений. Это техническое решение позволит контролировать операции по карте своего родственника и в случае мошенничества предотвратить хищение денег. Артём Белов, Диана Иванова, Вероника Федорцева. Новости на восьмом.